Привет ещё раз! Это второе за сегодня моё видео. Мне пришлось переместиться, потому что пока я писала предыдущее видео, уже стемнело. Моё видео было посвящено медицине в США. Я сделала на эту тему два ролика, но не могла удержаться, чтобы не записать ещё один ролик. Завтра, вернее, может быть, уже сегодня, во времени Украины состоится суд над Кацабой. Для тех, кто не знает, это украинский блогер, журналист, общественный деятель, который стал известен благодаря видео на YouTube, где он высказывал своё несогласие с мобилизацией. Этим видео заинтересовалась СБУ, в результате чего Кацаба провёл в тюрьме полтора года. В дело Кацабы вмешались общественные международные организации. Человека освободили, признали невиновным. Генпрокурор Украины Луценко подал апелляцию, чтобы Кацабу судили повторно и заново рассматривали его дело. Ему инкриминирует срыв мобилизации и государственную измену. Прокуратура требует до 13 лет тюремного заключения. По украинским законам статья «Измена Родине» подразумевает заключение в СИЗО. Я почему-то думаю, даже готова сделать ставку, что завтра Кацабу всё-таки не посадят в СИЗО. Но как знать. В любом случае, каждый раз я удивляюсь, до чего докатилась моя страна. Дело не в Кацабе. И моё отношение к нему неоднозначное. Я также советую не сотворить себе кумира всем его фанатам. На примере того же Кацабы можно показательно увидеть, как из пустого места раздувается событие, как из ничего создаётся культ личности. Пока ещё, естественно, на зародышевой стадии, но всё же. Я видела также, что в Ютубе распространяются ролики о том, чем занимался Кацаба раньше и каким богам он служил. Я показываю на экране освещение данного персонажа в некоторых российских СМИ. И перед тем, как остановиться на одной заметке, я хочу всем напомнить, что группе протестующих на инаугурации президента США Дональда Трампа светит до 10 лет тюрьмы за филонию или преступление, связанное с бунтом. Как видите, агентство Аль-Джазира пошло даже дальше и написало, что некоторые из 230 протестующих могут получить по 70-80 лет тюремного заключения. В общем, по моему мнению, они, естественно, загнули, причём очень сильно в данной заметке. Но до 10 лет, да, это вполне реально. А представьте себе, сколько лет Кацаба мог бы получить на Западе за участие в Майданах и соответствующие заявления в адрес действующей власти. Может быть, даже там был призыв к свержению власти, кто знает. Руслан не говорит почему-то, что это не первый его Майдан и к нему почему-то осмысление пришло уже после того, как свиньи основательно обосновались у корыта. Но после посещения Донбасса его мнения изменились. Моё отношение к нему тоже неоднозначно, потому что он оболгал меня, оболгал мою семью. Но это не имеет уже на сегодняшний день большого значения, потому что сам суд над Кацабой есть позорный факт в истории моей страны. Я просто очень надеюсь, что те, кто устроил это шоу с политзаключёнными, с репрессиями над журналистами, в итоге будут наказаны. Иначе грош цена всей мировой журналистики. Грош цена всем демократическим лозунгам. Суд над Кацабой перенесён был, и когда должно было состояться первое заседание, я с ним связывалась, я хотела с ним сделать конференцию на YouTube. Руслан отказался, сказал, что плохо себя чувствует. Я попросила связаться со мной, когда ему будет удобно, но он так и не связался. Здесь я вижу несколько факторов, почему. Во-первых, я его очень давно знаю, и, возможно, Руслан боялся каких-то моих неудобных вопросов. Второй момент. Мой канал на YouTube недостаточно раскручен. Я этим занимаюсь недавно. А Руслан сегодня есть довольно-таки известным человеком. Сегодня я поддерживаю все его лозунги против войны, против лживой коррупционной власти в Украине. Я считаю, что власть в Украине малообразованная, подлая. Я также, как и Кацаба, считаю, что война – это большой бизнес. Я считаю, что мобилизация была незаконной. При желании все эти боевые действия можно было бы прекратить. Все эти действия преступны, поскольку украинец убивает украинца. Все эти действия преступны, потому что президент Украины использует армию против своего народа. Это мое личное мнение. Это мнение Кацабы. И поэтому, как бы я к нему ни относилась, я его буду поддерживать. И неважно, кем он был раньше и с кем сотрудничал, важно то, что он говорит сейчас. Как известно, в Украине очень много политзаключенных. Ряд журналистов еще сидит в тюрьме. Ряд журналистов покинуло родину. Недавно меня удивило сообщение от одной из моих знакомых, что с некоторого канала, я не буду говорить с какого, эмигрировали в другие страны практически все журналисты. Это были профессионалы, которые отдали лучшую часть своей жизни своему призванию. Как мне написали, цитирую, «Все сидят на Фейсбук, очень скучают, но не едут назад». Видела недавнее выступление Януковича, где он заявил, что отказывается участвовать в судебном процессе над ним. Он объяснил, почему, но у меня есть на это свое мнение. Я также интересовалась деятельностью Азарова. Я знаю, что они создали какую-то там общественную организацию из людей, которые вынуждены покинули Украину. Азаров говорил, что они поехали с чемоданами. Конечно, хотелось бы ему верить, но кто-то поехал с чемоданами, а кто-то уехал с большими чемоданами. Поэтому я обращаюсь к бывшей власти Украины. Господин Янукович, всем вашим заявлениям можно было бы верить, если бы вы во время Майдана не покинули свою родину, как крыса, которая бежит с корабля. И вопрос к Азарову и всем остальным, кто когда-то был при власти. Что вы сделали конкретно для того, чтобы изменить ситуацию? Слова «Вода». Вы достаточно не бедные люди. Вы бы могли в свою очередь поддерживать каких-то журналистов в Украине. Вы могли бы, может быть, организовать даже свое СМИ, пусть бы оно даже вещало в Ютубе. Я видела Януковича лично, и господин Янукович на меня произвел довольно-таки благоприятное впечатление. Но ваши последующие действия во время Майдана я не могу оправдать. Я думаю, их не могут оправдать, и миллионы украинцев, которые остались разгребать в стране, все это дерьмо. И прежде чем обвинять нынешнюю украинскую власть, я думаю, вам нужно покаяться. Покаяться, что вы бросили свой народ. У меня есть к вам пару вопросов. Я не думаю, что вы со мной свяжетесь, но в любом случае где-то ответьте. Или вы жалеете о чем-либо, или вас мучает совесть, и вообще как вы готовы действовать? Продолжение следует...